Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая эпидемиологическая ситуация в Республике Саха-Якутия остается напряженной. За сутки у нас зарегистрировано максимальное количество новых случаев. За эту неделю это 72 новых случая. Необходимо обратить внимание, что стабильную ситуацию дает город Якутск, 35 новых случаев. Однако непосредственно подтвердился плохой сценарий по Алданскому району. И сегодня вокруг Тамудского психоневрологического диспансера у нас сегодня зарегистрировано 24 новых случая. Соответственно, все заболевшие находятся на профессиональном лечении наших медиков. К сожалению, увеличение случаев по 4 случая дает Ленский и Мирненский район. Соответственно, определенная работа по усилению контроля за соблюдением гражданам режима сохраняется. И должна быть усилена. Два случая появилось в сельскохозяйственном районе в Татинском. Пока эти случаи завозные тоже находятся под контролем. И по одному случаю у нас появились в Верхоянском, Чуропчинском и Нюрненгринском районах. Все контакты изолированы. И оказывается, соответственно, лечение как в амбулаторно, так и, соответственно, в инфекционных стационарах. За сутки из больниц, именно из больницы, у нас выписано 115 выздоровевших. За это мы благодарим и медиков, и поздравляем граждан с выздоровлением. Также в пределах 2,5 тысяч мы продолжаем делать количество анализов на территории в целом республики. Необходимо обратить внимание, что вчера глава республики Саха-Якутия, исходя из предложений главного санитарного врача по республике, подписал указ, по которому второй этап ограничительных мер, действующих на территории республики, он продлен по 24 июля. Какие ограничительные меры у нас остаются? Во-первых, у нас остаются обязательства следующего характера. Для всех граждан республики соблюдение масочного режима. Для граждан, которые непосредственно страдают хроническими заболеваниями и имеют возраст старше 65 лет, сохраняется режим самоизоляции. А это значит покидание места жительства при определенного рода ограничительных позициях. Это прежде всего и маски, и время тогда, когда мало народу, и, соответственно, использование всех наших служб без контактной доставки. Я хочу выразить благодарность гражданам, которых старше 65 лет, и те, которые у нас болеют хроническими заболеваниями, которые у нас находятся сегодня дома. Я им очень благодарна за ту дисциплину, которую они проявляют и дают возможность сегодня и нашим медикам все-таки работать более равномерно. И, конечно, они прилагают все усилия для того, чтобы спасать жизни, в том числе и лиц старшего поколения, которые попадают в наши больницы. К сожалению, у нас и за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая. Из тех ограничений, которые сохранились, я хочу обратить внимание на ограничения, связанные с тем, что 14-дневная изоляция при въезде в республику осталась лишь только для вахтовых и для сезонных работников. Для граждан непосредственно республики, пребывающих в гости, вообще в целом республику, этой 14-дневной изоляции уже нет. Но это не значит, что необходимо слишком расширять свои контакты, а все-таки круг контактов должен быть ограничен. У нас остаются неразрешенными спортивные массовые мероприятия, большие культурные мероприятия. И, как вы знаете, в том же режиме закрытые от спортзалов до больших предприятий общественного питания. Вот такова ситуация на территории республики Саха-Якутия на сегодня.